всем привет дорогие друзья я сегодня покажу очередную керосинную лампу да не спрашивайте откуда я беру вот в общем нашел такую лампу летучую мышь прям советская советская можно сказать это не та которая постсоветская которая нашел два года назад примерно да вот этот нашел недавно в состоянии конечно нерти окну колбу пускал и десами здесь очень нравится подъем колбы то есть не то что эта штука находится слишком высоковато из-за этого оба упирается уже и некуда двигаться вот и поэтому это очень сложно установить ком в таком положении чтобы можно было поджечь штуку надо подогнуть вот так вот посильнее и тогда она будет вот такая вот керосинка прям советская советская уже сказал там где-то есть клеймо клеймо это клеймо скорее просто тут написано у завод упор внизу и металло металло штамп и здесь она маленько отличается даже принесут руки вот чисто на сравнению то есть это советская это постсоветского кавказа по высоте в принципе одно и то же маленько только разнятся баки допустим там вот но здесь вот все более-менее нормально с этим делом здесь чему почему-то мутит тут тут конечно по умнее все сделано конечно не сравниваю просто для наглядности так сказать здесь от недопиливать здесь не выпили на из-за этого керосинка ну типа не может подняться кубок я это буду искоренять потом доделывать единственными наиска исполнению то есть здесь я сделал так что все находится под рукой то есть хотели бы регулировать и вот что мешало так сделать вот единственная черта ну здесь отличается вот расположение подъема колбы то есть здесь она в старом варианте он находится здесь а вот здесь вот ну то есть получается справа по баку то есть получается справа а тут слева ну конечно это в принципе не страшно вот это по-моему чисто солдаты и уже по ходу и и потому что некрасиво нужно но здесь вот какой-то потек плохо видно там подтек сверху не знаю может украсить можно докрашивать не показывать но это не суть внизу тут принципе и клей нет ценников причем возможно и был не знаю может ее деставрировать подъем колбы здесь вот ну все то же самое как и толь керосинки по моему снимал здесь все потяжелее эту сторону не стоминает здесь вот вот это вот сетка назвать правильно она как бы лучше прижимают скоба чему там там она свободной не знаю может пицца вот и здесь еще отличается кстати говоря делаю потом здесь отличается еще по моему редуктора как назвать не знаю там напишите комментарий как рассекатель вот сам редуктор то есть вот все ржавое состоянии не активно сам то в той керосинки там по моему по другу здесь проще достать колбу в разы проще вот и кто-то нас рассекатели одни по по моему одни и те же кризисную про . разная я могу и сюда поставить на страшный какой но это не суть здесь как-то вот маленько похуже все сделано это я вам просто показываю раннее и позднее я думаю видно 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 как отличается качество исполнение на удивление это керосинка вот это данный на хотя бы работает чем исправно но она естественно сохранилась хорошего на стол это маленько реставрировал ну так ржавчины там было минимум только в тех местах где происходило нагревать естественно сверху там была ржавчина в этой части внутри там в этой чем рассекатели там так керосинка на отлично сохранилась в отличие от этой область а грязная естественно и она не очень сохраняется арта фосфоркой прошел уже мне состояние все он не арти вот поэтому вот так вот но можно сказать для коллекции или для использования нам не как раз таки пригодится постоянно сейчас он и заведу еще все как всегда потому классика нам поможет классика это у нас спички спички детям игрушка у нас тут жара просто было даже керосин уже начинает очень и очень хорошо гореть так сказать я тут подрезал фитиль еще на фитиль поменял то что больше не короткий здесь его поменял вот поэтому вот так вот я не знаю в чем прикол здесь она как-то интереснее может здесь все дело либо фитиле дело либо не на рассекатели или в редукторе саму на свете тут своеобразно например стану как-то мне огонь побольше по моему я вот не знаю в чем дело поэтому конечно так вот нельзя делать что прикипел прикипела я не понял твои тут все закипело и поэтому без пассатижи это делать ничего конечно никому не рекомендую кстати вы видели сейчас учатся керосинки создается давление специально не давление как бы вот здесь вот даже вот специально сделано так вот где-то вот слышу эти трубки не как-то вот так делают циркулируется и там специально сделано еще и ну типа очень второй слой металла там если кто обращал внимание сейчас потом открутить еще раз и меняется то есть видно да то есть вот огонь сразу стал плохим то есть я не знаю конечно как-то физическом языке объяснить ну в общем при открытой горловине керосинка начнет работать плохо возможно это из-за того что воздух плохо подается то есть циркуляр ну типа циркулировать должна тут выход и поэтому не работает ничего поэтому все придумано хорошо было но это конечно слизано с немцев по моему такая керосинка ну после войны чтобы низком унизить как говорят вот поэтому нам было можно если сравнить ее с постсоветской тут отличий не так уж и много единственное тут дать керосинком пометок она более удобная то есть модернизация все равно есть и как бы она как-то и поаккуратнее не знаю там не знаю что сказать еще в принципе удобно еще только что заметил там получается не знаю видно вам язык вот например язычок он должен быть внизу то есть опущен а тут почему-то все поднято но это верно трогать не буду может разбирать потом буду вот поэтому ну тут естественно можно переносить ее там все эти дела делать вот поэтому удобная керосинка на самом деле не сравниться вот например который на стене у меня висит потому что прикол это керосинки в том что она выдерживает ветер порывами до 15 метров в секунду то есть керосинка вообще идеальная то есть для улицы там например если идти с фонарем этим по улице напомню как-то прошелся так очень надо было вот поэтому попробовал пройтись помню принципе нормально но не очень так принципе нормально вот поэтому ну не на чушу там сказать керосинка сама по себе удобно не с ним бесит шут здесь все держится вот так что не держится ничего понятно почему тут многовато сделано вот эти вот штуки с вами они тут не очень но не длинный по моему попробуем так под согнуть не думаешь не спасет до упирается надо подрезать ну то я все сделаю потом вот поэтому керосинки прокачивали то есть вот этот керосинка 92 года она уже как бы ну невозможно качество здесь и хромает уже шатается тут а здесь есть тоже шатается на самом деле вот здесь ты все посильнее по моему качество металла что сказать тут отличается вам что работает работает и при этом работает хорошо даже в таком состоянии убитым можно сказать все на керосинка подает признак жизни ну потому что там в керосинке ломаться вообще нечему на самом деле там система настолько простая что до керосинка нам может вообще работать и работать а керосин не кончится и если проблемы это колба и фитиль и в принципе тут проблем больше и нет так то если за ней ухаживает то в принципе ничего не будет поэтому керосинки они отличаются очень высокой надежности на самом деле вот поэтому керосинки на самом деле незаменимы то есть свет пропал и поэтому керосинка на выручат всегда но раньше использовали керосиновые лампы потому что они ну понимаете они долго живут единственно керосин надо подливать а так они работают и работают но это ладно поэтому на этом наверно обзор завершу потому что у нас он затянулся вот поэтому еще одну керосиновую лампу у меня в коллекцию поэтому нравится там запчевать подписывайтесь